Молодец, в этом сезоне мы займем первое место и автоматически пойдем в дивизион АМВЛ. Если не получится, попробуем шестеревые игры. В том году у нас был напряженный график, как в принципе и в этом. В том году из-за того, что было три сразу чемпионата, было немного непривычно играть. Очень много сил уходило на все игры, и, может, когда пришло время ответственных игр, немного нам не хватило в том году. Может, недостаток опыта еще. Думаю, в этом году у нас и опыт уже нормальный, и мы привыкли играть в тех чемпионатах, поэтому, думаю, сможем выйти. Ну, вообще у меня профессия тренер по баскетболу. Ну, и пока, честно сказать, точно не могу. Может быть, в какой-нибудь департамент спорта хотелось бы им. ВУЗ. Честно, скорее нет, чем да. Ну, сейчас пока сложно загадывать. Может, у нас изменится состав, может, кто-то усилит, может, кто-то уйдет. Но, думаю, ну, будем бороться, конечно, за лидирующие позиции. Но, поскольку я смотрю игры из дивизиона А, там все соперники серьезные, и проходных игр не бывает, как в дивизионе Б. Поэтому, ну, сейчас сложно, значит, сказать пятерку бою. Ну, у нас, в принципе, играют только те, кто учится. Ну, есть только за второй состав, кто-то может усилить. Потому что мы через игры МБЛ наиграем свой основной студенческий состав для игры СБ, МСИ. Поэтому те, кто закончил Руговку, там, есть пара примеров, которые играют за другие команды по МБЛ. Ну, и неплохо себя там демонстрируют. Они могли бы играть, в принципе, но просто они не учатся, и нет смысла такого играть за Руговку. Ну, смотря какой матч будет, интересно или нет. Я, скорее всего, девушку свою тоже возьму на баскетбол, на баскетболист. Самое тяжелое в игре, ну, скорее всего, игра в защите. Потому что приходится постоянно концентрироваться на ногах, и там зависит не только от физических кондиций, но и постоянно оценивать передвижение соперника, как они двигаются, как они мяч передвигают. И намного сложнее играть в защите, чем в нападении. Думаю, да. Ну, да, слежу. Но смотрю, там смешная статистика дивизиона А, дивизиона Б. В принципе, это, мне кажется, не особо правильно, потому что соперники в дивизионе А намного серьезнее, чем в дивизионе Б у многих. Поскольку у нас много проходных игр бывает, и там много ребят получают, ну, большое игровое время и много забивают, да. А в дивизионе А намного сложнее, мне кажется, очки набирать для мастеровитых игроков. Поэтому, мне кажется, это будет разделить статистику. Ну, и серия будет состоять как в МБИ из четырех побед, из семи матчей. Я думаю, еще будет как минимум 4-3. И довольно равная игра будет, конечно. Глав хочет сильной командой Роснефт тоже. Там тоже мастеровитый, более опытный игроки, наверное, чем в МАЛОХ. Ну, думаю, если Роснефт полностью соберется из состава, то, думаю, Роснефт может победить. Хотя не стоит, ну, думаю, будет равный состав. Раньше был такой матч, по-моему, и там, не помню, кто победил. Там кубок был какой-то московский, я помню, играл с МАЛОХ. Тоже была интересная игра. Как ты думаешь, в таком матче как будет Антон выиграть? Замгавт, 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 Замгавт или по очереди? Я думаю, Замгавт, Замгавт нет. Джордан. Почему? Ну, во-первых, Джордан, можно сказать, легенда, которую в свое время никто ни с кем не сравнивал, да, и был Джордан, ну и все. А сейчас Леброн постоянно сравнивается с Джорданом. Сильнее он его или нет. И вообще, как имя Джордана, мне кажется, в мире намного больше звучит, чем Леброн Деймс. Скажи, бренд Джордана, который все носят и так далее. Ну, не знаю, мне кажется, Джордан. Мои пожелания. Всегда оставайтесь здоровыми, занимайтесь спортом, любите баскетбол и будьте всегда в игре. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова